Жизнь без Бога Жизнь без Бога Жизнь без Бога Жизнь без Бога Тогда было в два часа служения, поехали на борт, и там должен посвидетельствовать. Я посвидетельствовал на бору, и там человеку трое, наверное, четверо ко мне тоже подошли и говорят, ты будешь пастором, так должен проповедовать пастором. В общем, и вы наболтали в мою жизнь, наговорили в мою жизнь, и слава Богу, я счастлив сегодня проповедовать в родной церкви, в Доме Божьем. Вот, и перед этим, когда было одно служение, когда был полный балкон, когда было первое, ну, одно собрание проходило, и знаете, я привел родителей, я сижу такой в восторге, я говорю, там, от Сурска, я говорю, представляешь, смотри, сколько людей, все живут в чистоте, в святости, никто не курит, никто не пьет, все любят Бога, у всех жизнь поменялась. И рядом сидел один брат, который был давно уже в церкви, он такой, ты что ты взял-то вообще, ты что, говорит, такое говоришь-то? Я говорю, как так? Ну, тогда я не понимал, что, конечно же, есть новообращенные люди, кто-то недавно покаялся, да, кто-то борется с запинающим грехом, поэтому никогда не оставляй Бога, не оставляй свою церковь, аминь, и твоя жизнь, она изменится, потому что я такой же, как и вы, почему? Потому что меня Бог любит так же, как и вас, аминь, потому что Бог не лицеприятен. Но я могу сказать, например, что я люблю Бога больше, чем вы. И ты такой, что это за гордость такая выскочка? Да нет, просто если ты поспоришь со мной и скажешь, нет-нет-нет, я больше все-таки люблю Бога, чем ты, да я буду счастлив только, я буду рад вообще. Если ты любишь Бога, чем я, значит, ты и плода больше принесешь, и будешь служить Богу еще дерзновений. Мы только порадуемся все, аминь. Поэтому понятно, что Бог нас любит. Вот любим ли мы Бога, посвящаем ли мы сегодня свою жизнь Богу на все 100%, не на 99, не на 98, а на все 100%. И когда я приехал домой, и это была моя первая проповедь, я приехал с энкаунтера, у меня был полный дом народа, это были мои родные и близкие, это были мои братья все с высшим образованием, но они меня знали, меня до Христа. Конечно, я понимаю, когда я им стал проповедовать, конечно, им было тяжело меня слушать, воспринимать, но они все слышали с открытыми ртами, и они не понимали, что происходит. И такая была тишина, и брат мой двоюродный поворачивается и говорит, Жень, что происходит? Ты нас учишь жить? Ты нам говоришь, как правильно поступать? Ты, которого я знаю, чем ты жил, как ты жил, что ты творил? Я говорю, я ждал этого вопроса, я ждал этого вопроса, потому что, поймите, и проповедь я хотел бы назвать, что праведность через оправдание. Поймите, что дьявол, он хочет уничижить твое свидетельство, всегда напомнить твои прошлые грехи, кем ты был, откуда, какие ты непотребства делал. И я говорю, я ждал этого вопроса, давай откроем Библию и вместе с тобой прочитаем. И я открыл тогда 1 Коринфянам 6 главу с 9 стиха. Я говорю, давай вместе со мной прочитаем, ну прочитаем этот вслух, прочитаем этим всем 15 человекам, которые были за тем столом, которые слушали мою первую проповедь, у меня еще в руке был гвоздь с энкаунтра. И в духе я увидел дымок в голове, потом я немножко, конечно же, остепенился и прочитал им, сделал паузу и говорю, давайте прочитаем все-таки, обратимся, друзья мои, к Слову Божьему. Я говорю, или не знаете, что неправедные Царствие Божьего не наследуют, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божьего не наследуют. И 11 стих, он ключевой. Написано, что и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа, Духом Бога нашего. Аминь. Мы сегодня омылись, мы сегодня осветились, мы сегодня очистились. И самое главное, что сам Христос оправдал нас. И сегодня мы не имеем никакого осуждения, потому что Христос пришел в оплоти, оправдал себя в духе, и нет никому никакого осуждения тем, кто живет во Христе Иисусе не по плоти, но по духу. Сегодня мы оправданы. Я говорю сегодня, говорю, брат мой дорогой, я отличаюсь от тебя, то, что я сегодня оправдан через жертву Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому я отличаюсь сегодня от тебя вот этим, и я желаю, чтобы ты так же примирился со Христом, я желаю, чтобы вы все так же приняли Христа, как своего Господа и Спасителя. Аминь. Поэтому, конечно, дьявол на протяжении всего этого времени, он хочет проявлять давление в жизнь каждого верующего, тыкать нас в прошлую жизнь, тыкать нас в прошлые грехи и говорить, да кто ты был, кем ты был, да какой ты имеешь право сегодня проповедовать людям и учить жить. Люди с высшим образованием не имели никогда никаких зависимостей, у них все в жизни хорошо, у них тогда уже дети там, машины, какой-то бизнес там. И ты приходишь в такое, в смущение, и говоришь, да, ну кто это такой, как я им буду рассказывать, у них же все хорошо, поэтому мы должны с вами понимать, что праведность, она не заслуживается какими-то постами, или там хождением в церковь, вот я 15 лет хожу в церковь, там 20 лет, 25 лет, а этому уже дали там что-то за нужды помолиться или еще что-то. Праведность, это когда Христос живет в твоем сердце. Аминь. Она ничем не заслуживается, никакими делами, но есть опасность. Нельзя просто оставаться в этой позиции, потому что я видел много людей, которые говорили, Бог меня принимает таким, какой я есть, я не хочу меняться в этой сфере, я не хочу меняться в этой сфере, любите меня такого, какой есть, и принимайте меня такого, какого я есть. Нет. Когда мы становимся праведными во Христе Иисусе, Господь говорит, что у меня есть Божий план для твоей жизни, но чтобы Божий план стал реальностью в твоей жизни, ты должен быть не просто слушателем Слова Божьего, но практиковать его в своей жизни. Ты должен применять Слово Божье в своей жизни, потому что есть Божьи обетования, которые принадлежат детям Божьим, которые сегодня хотят познавать волю Божью. Аминь. Например, даже есть обетование, то, что когда мы приходим ко Христу, и Господь говорит, у тебя, у меня есть обетование для тебя, спасешься ты и весь твой дом. Мне пришлось очень многое время молиться, и чтобы мои родные и близкие смотрели на меня, что для меня это все серьезно. Спустя долгое время у меня даже вообще не понимали, что я пастор церкви. У меня сегодня родители пережили очень серьезную болезнь, они, ну, выходились, как бы, поедут сейчас в пансионат, и у меня даже мама, ты куда, в победу? А, рассказывай там что-то, да? Я говорю, да, расскажу там что-нибудь. Что-нибудь расскажу. Когда отец приехал на трехлетие там, а к нам в Саранск на день рождения церкви, он только тогда понял, я уже во Христе был, потому что я, ну, лет шесть, наверное, во Христе был. И он такой смотрит, что какие-то поздравления, какие-то люди вообще. Он только тогда начал понимать, что моя жизнь реально изменилась. Только тогда они начали понимать, что для меня это серьезно. Но только тогда они начали слушать. И прошло время, даже когда были похороны, были поминки, мне сами родные и близкие звонили и говорили, приедь, скажи нам слово, ободряющее слово. Поэтому сегодня, чтобы обетование стало реальностью в твоей жизни, ты должен быть праведным человеком. Не просто получив откровение, что я сегодня верующий, и Христос живет в моем сердце, но поступать как верующий человек. В Иоанна написано 14,6, что Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Поэтому праведный человек, он должен принять решение для того, чтобы жить и идти Божьими путями. Вы знаете, что в Коринфянам написано, что в 6 главе, в 14 стихе, 2 глава 6,14 написано, что «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой». Это был посыл верующим людям, потому что была тогда проблема того времени, что люди верующие стали ущербно себя чувствовать на фоне мирских людей, мирских преуспевающих людей. Им стало стыдно говорить, что они верующие. Они стали в этой компании сливаться с миром и хихихать над какими-то анекдотами, быть на одной волне с ними. И апостол Павел говорит, «Не прогибайтесь под чужое ермо. Встаньте на Божьи пути. Любите Христа. Все это мирское должно быть вам чуждо. Да, у нас должно быть сострадание по отношению к ним. Да, мы должны молиться, но у нас не должно быть жизни. С двойными стандартными, как чемодан с двойным дном. На работе мы одни, в церкви мы другие. Знаете, в Библии написано, что заповедь, она свята праведности и добра. Святость мы должны показывать вне церкви, не здесь, как мы молимся, как мы поклоняемся, а святость мы должны показывать в тот момент, когда мы остаемся один на один. Потому что святость мы должны показывать перед Богом, а не перед людьми. Мы должны быть праведными по отношению к самому себе, а доброту показывать по отношению к людям. Что толку людям от твоей святости? Человек пришел первый раз, разрушенный весь, и ты такой святой, прошел, как фарисей там, например, да, знаете, эту молитву. Что толку? От этого жизни-то его не изменится. Поэтому мы должны четко понимать, что Господь принимает нас такими, какими мы есть, но хочет, чтобы мы изменялись, чтобы мы были праведными людьми, чтобы наше общение было в церкви, чтобы мы имели общение друг с другом, любили друг друга. А то порой у нас конфликты в церкви, зато с мирскими друзьями у нас мир и покой. И все хорошо, мы с ними не хотим портить отношения, а в церкви нам без разницы. А Иисус говорит, любите друг друга. И именно поэтому узнают, что вы мои ученики. Аминь. Поэтому мы должны понимать, что мы должны изменяться, мы должны встать на Божий путь, чтобы была молитва, что Господи, да не моя будет воля на сегодняшний день, но Твоя. Проявляйся через меня, проявляй свою славу. У меня в последние дни были молитвы всегда. Я говорю, Господи, если Ты не будешь созидать мое служение, мою жизнь, я вообще отказываюсь жить на этой земле. Я не хочу жить. Я хочу жить для Тебя. Я хочу служить Богу. Я хочу служить людям. Потому что без Бога нет никакого смысла. Сегодня поэтому люди страдают. До Христа жил человек, он, жизнь разрушена, пришел ко Христу, и опять у него лицо недовольно, все у него плохо, все виноваты, лидер не тот, пастор не тот, и все плохо. Как так? Христос говорит, я тебе дал жизнь, и жизнь с избытком. Избыток радости, избыток счастья, благословения. Я пришел ко Христу, полностью разрушенная личность. Ни зубов, ни здоровья, ничего. Сегодня жена, трое детей, служение. Господь хочет благословлять каждого, кто принимает решение, жить Божьими стандартными, идти Божьими путями, любить Бога, любить людей, проходить трудности, испытания, потому что мы все преодолеем, потому что есть обетование для праведных людей. Мы преодолеем все силой возлюбившего нас. Когда мы приехали на миссию, мне встречались такие верующие. Я ободрение ждал, они говорят, вы что, чокнутые? У меня ничего такого в Мордовии, уезжайте отсюда. Вы даже зал не найдете, где снимать. Я говорю, дьявол проповедует мне через верующие. Я говорю, уйди. Но мы преодолевали это все силой возлюбившего нас Господа. Аминь. Мы порой просто человека приводим в церковь, и он закладывает неправильный фундамент. Мы говорим, приди в церковь, твоя жизнь наладится, ты женишься, работу найдешь. И он становится как потребитель. Нам надо говорить, что спасение прими. Спасение прими. Тебе спасение нужно. Тебе покаяние нужно. Цепляйся за Бога, цепляйся за Божьи обетования. Откуда ты знаешь, женится он не женится, ты зачем решаешь за Бога, ты не знаю, а он потом разочарованный. Вот мне наобещали, я женюсь, вот я меня на работу подтянут там, или еще что-то. А ничего не происходит. Обещали ему. И он разочарован и уходит из церкви. Спасение мы должны проповедовать, покаяние. Аминь. Если ты будешь уповать на Бога, любить Его, доверять Ему всю свою жизнь, тогда небеса будут открыты над тобой. Когда ты станешь на правильный путь, когда ты будешь ходить Божьими путями, когда ты будешь ходить в страхе Божьем. Я размышлял, да, есть христиане духовные, плотские. Нет, есть христиане, которые имеют страх Божий, и есть христиане, которые не имеют страх Божий просто, и все. Потому что страх Божий – это начало мудрости. Господь будет тебе давать мудрость поступать так или иначе в той или иной ситуации. Аминь. Для того, чтобы ты притягивал людей, а не отталкивал. Поэтому Господь, Он любит всех. И Он доказал этого, когда отдал Иисуса Христа на крест. Он все доказал, Ему уже нечего доказывать нам. Вопрос в том, что любим ли мы Божьи пути? Любим ли мы Бога? Любим ли мы служить? Любим ли мы церковь? Любим ли мы ближнего своего, как самого себя? Аминь. И в Иаково написано 4.4, говорит, ну поймите, не знаете ли вы, что дружба с миром делает тебя врагом против Бога? Ну если ты принимал Христа в свою жизнь, в свое сердце, прими решение и встань на Божьи пути. Аминь. Вот знаете, вот так же в Галатах нам писано там, это же опять же посыл верующим людям. Говорит, если будете поступать по плоти, так, так, так и так, и Царство Божие вы не наследуете. Давайте это рассмотрим не с позиции вечности, а именно, потому что кто-то спасется, как головня из огня. Ну так написано в Библии. Ну зачем нам спасаться, как головня из огня, если есть Божие обетование для праведных людей, чтобы Господь хочет, чтобы ты прожил полностью насыщенную жизнь, принес плод, и еще потом всю вечность провел в объятиях любящего Отца на небесах. Зачем тебе спасаться, как головня? Поэтому Он просто говорит, если ты будешь поступать по плоти, ну ты будешь, скорее всего, хромать, да, духовно. И Царство Божие это не наследует. А что такое Царство Божие? Это мир, праведность и радость во Святом Духе. То есть ты будешь лишен вот этого благословения Божия, которое тебя ведет в землю обетованную. Ты можешь в землю обетованную зайти, ну пожалуйста, за 40 лет, а можешь за 40 дней. Аминь. Апостол Павел, когда пережил свой энкаунтер, он через три дня стал великим апостолом. Три дня потребовалось встать и понять просто, чего непонятно. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Единственный путь. Единственный. Нет, мы попробуем таким путем. Нет, а я вот этот еще путь попробую. Я еще уже весь лоб в шишках. Единственный путь. Когда ты идешь Божьими путями, тогда Божьи обетования работают в твоей жизни. И все в твоей жизни становится да и аминь, несмотря, даже апостол Павел сам говорит, на какие-то краткроверные страдания и трудности. Потому что если ты продолжаешь в этих испытаниях, продолжаешь любить Бога, не роптать, тогда написано, что все будет содействовать же тебе ко благу. Мы же все это слышим. Но обетование не для всех. Если ты любишь Бога, если ты проходишь испытания, если ты доверяешь все сферы свои Господу, тогда это обетование для тебя. Аминь. И я еще раз повторю, что Бог нелицеприятен, и Господь хочет, чтобы каждый человек был и спасен, и исцелен, и восстановлен. Поэтому, когда мы принимаем позицию, то, что мы праведны, то, что мы оправданы через кровь Господа нашего Иисуса Христа, нам нужно еще встать на Божьи пути для того, чтобы Господь производил работу с нашим характером, с нашим сердцем, с нашим мышлением, чтобы мы вошли в землю обетованную, где течет молоко и мед, чтобы небеса, они были всегда открыты над нами, над нашими семьями. Поэтому второй момент, праведник, это тот, который всегда стоит на стороне истины. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. На стороне истины. Когда с тобой поступили, как тебе кажется, неправильно, как реагирует человек, который не стоит на истине? Он ищет всегда виноватых. Он говорит, ну со мной же так поступили. Он ожесточается. Когда я как пастор, например, рассматриваю какую-то ситуацию, когда два брата не могут примириться, или сестры там, у каждого правда-то своя, а истина, она одна. Даже мирские люди это знают. Да надо понять и простить просто, и перестать, вот раздражать Духа Святого, и перестать через эти моменты давать место дьяволу. Ну ладно, это конфликт в церкви, а когда вы встречали таких людей, ты видел человека, ходил в церковь, потом пропал, потом ты его встречаешь, ты говоришь, а что ты в церковь не ходишь, что ты от Бога ушел? Говорит, да у меня много проблем, сейчас я решу, порешаю и приду. Ты где эти проблемы хочешь? Самостоятельно решать? Ты не хочешь, чтобы Бог решал эти проблемы? Ты не хочешь, чтобы лидер домашней группы помолился за тебя, решал, помог, дал какой-то совет? И мы начинаем советы у мирских спрашивать, у своих каких-то старых знакомых. Но праведный человек решает все свои проблемы с помощью Слова Божьего. Он не пренебрегает наставничеством, он не пренебрегает церковь и своими братьями и сестрами. А то порой иногда мы вкладываем в человека, что-то благословляем, молимся за человека, а потом этот человек выставит фотографию с каким-нибудь своим этим мирским другом, с кем служил там. Вот он мой кореш, самый мой настоящий друг. Я ну какой друг, друзья, вот твои братья и сестры. Это человек грешник, которому ты должен спасение проповедовать. Аминь. И вот написано Лука 8,23. Лука 8,23. Написано, что во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами и они были в опасности. Вот знаете, слово такое опасность. Вот если ты сегодня болен, ты в опасности. Если сегодня ты взял кредиты там или еще что-то, ты не можешь отдать и работа, она уводит тебя от слова Божьего, от церкви, ты в опасности. Если твой брак на грани развода, ты в опасности. 24 стих написано, что и подойдя разбудили его и сказали наставник, наставник, погибаем. Но он встал, запретил ветру, волнению воды и волнению воды и перестали, сделалась тишина. Что мы видим? Что проблема решила. Проблема решилась, когда ученики его звали наставник, наставник, ты же видишь, мы погибаем, реши эту проблему. А могли бы поступить по-другому. Да вот он спит, ему дела нет до нас, давай черпай сам воду там, заколачивай эти дыры, сами мы без него справимся. Вот сегодня люди справляются без церкви, пренебрегая своим наставником, пренебрегая своим пастором, вычисляют какие-то недостатки, проявляя какой-то негатив. Поэтому праведный человек, он всегда будет стоять на стороне истины. Потому что он будет понимать, что решение моих проблем только в Боге. Что мои братья и сестры, они будут молиться за меня. И что дельный и здравый совет я получу только здесь, в церкви. Что тебе может насоветовать человек, нерожденный свыше? Он наоборот тебе скажет, я же тебе говорил, что ты в секту ходишь. Ну я же тебе говорил. Поэтому оставляй все это. Есть другой путь, который не истина и не жизнь. Аминь. Поэтому никогда не пренебрегай. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Смирись. Знаете, было исповедание, когда на энкаунтре, и братья, которые из церкви, они подходили, они говорят, тяжелее всего нам было пересилить себя, чтобы к тебе подойти на исповедание. Тяжелее всего. Вот нам иногда мы хотим вот показаться такими сильными, что да что мне наставник, или когда мы пресыщаемся, когда в церковь идем. Ну что мы там можем услышать? Да мы читали Слово Божие, мы знаем уже это все. Да я молился уже там, и проблема не решилась. Но апостол Павел говорит, вы еще не до крови сражались, чтобы проблема ваша решилась. Аминь. Потому что у Бога всегда свое время и всегда свои сроки. Почему ты решил, что она сегодня должна была решиться эта проблема? А Господь говорит, да нет, она завтра должна была решиться эту проблему. Это очень проявлялось очень хорошо в моей жизни. Когда была паника, когда что-то было не то, когда вот такие верующие меня вдохновляли. Но я понимал, что надо цепляться за Божие обетования, надо цепляться за Божьи истины. Как апостол Павел говорит, подвяжитесь за веру евангельскую, за Божьи ценности. Аминь. И что написано? Иисус говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». Поэтому праведный человек, когда принимает решение идти Божьими путями, когда принимает решение подвязаться за истину, быть миротворцем, исключите в своей жизни полностью негатив, негативное мышление, научиться прощать, научиться обновлять свой разум под средством Слова Божьего, тогда ты будешь нести жизнь туда, где смерть. Тогда ты будешь светом и нести свой свет туда, где сегодня тьма, где сегодня люди погибают. Потому что Господь, Он рассчитывает на каждого из нас. Господь хочет, чтобы каждый из нас состоялся как Божий служитель. Потому что Писание говорит, когда мы принимаем Христа, мы служители Нового Завета. И чем больше я живу с Богом, тем больше я понимаю сердце апостола Иоанна, который говорит, «Ну нет больше этой радости, как видеть, что дети Божьи ходят в истину». Но ее нету. Но ее нету. Когда ты проводишь энкаунтер, когда ты видишь, что люди меняются, когда ты видишь, что люди меняются в церкви, когда ты видишь, когда люди служат в церкви, это приносит тебе радость. И есть обетование для праведных людей. Написано оно в Матфея, в 10 главе, 32 стих. Матфея, 10 глава, 32 стих. Написано, что «Итак всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим небесным». Аминь. То есть, каждый сам себе просто нужно задать себе вот этот вопрос, когда мы от сердца к сердцу исповедовали Христа перед людьми, когда мы проповедовали, когда мы говорили о Божьей любви кому-то. Здесь нужно задать вопрос самому себе. Но есть очень сильное обетование. Господь говорит, если вы будете исповедовать меня, если вы поймете ваше задание на этой земле, что нужно вам делать, чтобы имя Иисуса Христа стало самым-самым-самым известным на этой земле, что это ваше предназначение, тогда я всегда буду исповедовать вас перед Отцом Небесным. Вы знаете, ваши молитвы будут доходить до Бога без очереди. Вот вы знаете, есть очередь такая здоровая, здоровая, раньше, когда за сахаром, там, 235-й, а ты раз без очереди, раз с сахаром ушел. Какая-то раз привилегия. Вот Иисус говорит, вы будете пользоваться той привилегией, если вы будете исповедовать меня перед Отцом Небесным, я буду исповедовать все ваши нужды, я буду исповедовать всю вашу жизнь, чтобы ваша жизнь, она была благословенной. Вот так в Библии написано, что Иисус Христос, Он ходатайствует на небесах за нас. Ты исповедуешь Христа перед людьми, Иисус исповедует всю твою жизнь. Вот Его надо благословить больше, чем других. А что за... А пускай они возревнуют. Иисус был знаменитый всем братьям. Понимаете, братья злились все. Так злились, что хотели сделать с ним и продать. Что только хотели, не хотели сделать. Ну что, он виноват, что ли? Ну что, вот я виноват, что ли, что я Бога люблю больше, чем вы? Я же не виноват в этом. Ну кто в этом виноват? Аиан, что, виноват, что ли? Говорит, я любимый ученик Христа. Он что, виноват, что ли, если у него мышление такое Божье? Он же не виноват в этом. А кто тебе мешает думать, что ты любишь Бога больше, чем я? Ну кто тебе мешает? Дьявол мешает, твое ограничение мешает, плоть твоя мешает. Кто тебе мешает, что ты любимый сын или возлюбленная, самая возлюбленная дочь Божья? Просыпаю, я королева. Я дочь царя. Аминь. Ну так написано в Деянии. В 4.12. Ну это так написано, что ну нету другого имени, которым бы надлежалось нам спастись. Ну его нету, а люди об этом не знают. И, конечно же, Господь хочет проявлять свой свет на тьму. Он хочет, чтобы люди сегодня поклонялись Богу в Духе истине. И мы сегодня с вами удостоились такой чести и привилегии. У нас есть сегодня откровение, понимание, что воскресный день мы проводим в Доме Божьем. У многих людей этого нету понимания. У нас есть сегодня обетование. И самое главное, у нас есть уверенность в том, что во Христе Иисусе мы имеем жизнь вечную. У нас есть такая большая честь, привилегия прожить эту жизнь, которая будет наполнена смыслом принести плод для Царства Божьего. Прожить насыщенную жизнь, благословенную жизнь. И потом еще на небесах всю вечность быть в объятиях любящего Отца. Несмотря на все эти трудности на протяжении 13 лет, которые были в моей жизни, это не испортило той картины, что сегодня я как будто живу во сне, длиною в жизнь, и я хочу, чтобы я никогда не просыпался. Чтобы этот сон, благословенный сон, он продолжался в моей жизни. Потому что Господь говорит, что у вас есть будущее, и надежда ваша не потеряна. Представляешь, мое будущее в Божьих руках. Мне интересно, Господь, что будет через год, что будет через два, каким я увижу своих детей. Мне интересно, это драйв просто. Когда ты служишь Богу, когда ты действительно не знаешь, что будет завтра, поймите, что Бог сотворил моря, горы, землю, Он сделал все так красивым. И потом такой, а, человек тоже сотворил, пускай бегает, крутится как хочет, колобродит по этой земле. Нет, в Библии написано, что даже все лилии, как бы Бог их не одевал, Он говорит, вы лучше лилии. Птицы летают на заводе, не работают в три смены, а они довольны жизнью. Бог уже сделал так, что они имеют свое пропитание, уже заложено. У меня отец вначале говорил, да что ты мне тут проповедуешь, говорит, вот мы грешники, живем на этой земле и крутимся как можем. Бог-то, Он на небесах, у Него-то там все в порядке, и Ему дел нет до нас. Нам нужно тут на заводе выживать, тебя корми. Сегодня мышление такое людей, как будто мы брошены и забыты Богом. А человек – это венец творения Божьего. Он лучше всяких птиц, так говорит, Слово Божие. И, конечно, Господь хочет и приготовил будущее для каждого из вас. Но просто есть одно «но». Без веры Богу угодить невозможно. Ну, ничего не поделаешь, друзья. Нужно верить Богу, нужно доверять Богу. Нужно встать на Божьи пути, нужно подвязаться за истину. Нужно нести жизнь туда, где смерть, и тогда Бог будет оберегать, Он будет тебя направлять, Он будет тебя благословлять, Он будет проявлять свою славу через себя. Да откуда ты знаешь? А Иисус говорит, если будете верить, вы будете видеть славу Божью. Кто хочет видеть славу Божью в своей жизни? Аминь? И вы ее увидите. Если будете верить, будете любить Бога, несмотря на то, что даже будете проходить какие-то трудности. Потому что, ну, все содействует ко благу. Ну, все. Любая твоя ситуация. Главное, не оставляй церковь. Не смотри на других, кто сегодня, может быть, ушел из церкви. Ведь Мартин Лютер сказал, ну, понятно, что, говорит, когда я на себя смотрю, я не понимаю вообще, как я могу спастись. А когда я смотрю на Христа, я вообще не понимаю, как я могу погибнуть. Поэтому фокусируйся на Слове Божьем. Фокусируйся всегда на Христе. Не фокусируйся на отступников. Не фокусируйся на своем соседе, который не принимает Божью благодать. Молись за Него. Имей сострадание к Нему. Но выстраивай отношения с Богом. Потому что у Бога есть будущее для тебя. У Бога есть благословенная жизнь для тебя. Потому что ты венец Его творения.